начнем мы наш выпуск на нашем любимом рынке заказали смузики это ведь вечер сейчас пойдем заселяться делать рам турчик потрясающая атмосфера вот такого рынка как потайе мы не встретили нигде в таиланде здесь очень крутые самое главное ценники рыбу которую в соли обваливают и готовят на углях она везде где мы ее покупали в стране она стоит от 240 бат здесь 140 то есть вот прям шикарная история постоянно здесь брали вот эту пиццу она здесь стоит 140 160 180 бат то есть это лучшая цена и вот так вот ужина ими все и поедем уже заселяться мы заехали такая здесь прямо охрана паспорт сфотографировали брони проверили так где у нас теперь этот бюдинг си меня наверное даже и не видно капец какой огромный комплекс вообще парковочных мест трындец но возле нашего блока у нас блок си почти нет мест но у нас есть кайф это вот прям сразу стоит водичка обожаю самозаселение пришел ключик вечеречки взял и пошел заселяться то пойдем смотреть квартиру сразу сходу начало выпуска до рум тура и куда идти не знаю сразу сходу залетаем и чтобы понимали тут вот даже видите света нету я даже не знаю что еще показывать ну наверное давай пока внутри и так смотрим суши по фотке по моему там стол был больше здесь только получается два стула у нас кстати да наверное в зеркале отражение вот мне казалось и вот вот отсюда смотришь вот стол большой и 400 ну блин так микроволновка есть чайничек холодильничек раковина вытяжка плиточка так вот с водичкой встречают спасибо огромное здесь шкафчики огромная просто плазма ладно шутка так здесь у нас большая кровать для кого-то ванная комната туалет вот настенка ревизора да и шкаф сейфом там еще дополнительные видимо всякие полотенчики так ну вот собственно на этом все а у нас есть еще балкон я точно знаю по моему с выходом нет вот тут на парковку короче такая вот квартирка подробно ром турчик вот вот да но у нас правда на балконе вид получается полное говно потому что у нас вид вот на парковку пожалуйста куда мы парковались но просторно а машинку я тоже не увидел вот очень грустно и то что нету стиральной машинки нам придется где-то искать вот эту прачку постирать на прачке удобный на самом деле поэтому ничего страшного куда нет везем просто вообще одежда все закончилось но это уже будем решать вопрос завтра все мы значит ложимся спать увидимся сейчас прям чуть позже не переключайтесь ребятка пока пока черный экран подпишитесь на наши социальные сети все спокойной ночи продолжаем сейчас две секунды у нас утро по сути да так сказать одно мгновение для вас для нас вот сколько часов сна есть на утро две задачи это постирать все белье и подстричься вот едем сначала делать их комплекс где мы остановились он такой снаружи до смотрится как будто ты в каком-то египте вообще на самом деле вечером заезжаешь какой-то глухой комплекс в плане не подсветок ничего комплекс еще сам по себе очень уставший нет хозяина вот мы жили на протомнаке в комплексе комплекс гораздо старее чем этот но не потертостей все чисто все что так аккуратно вот а это то в принципе не старый но потрепанный ой 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 и сам кстати вот этот район джам тен нам конечно он не совсем заходит от мы несколько раз здесь на машине катались ну что-то как-то так все-таки протомнак это вот прям район вау вот на любимый райончик налево повернул рынок прямо спустился 6 минут морюшка здесь кафешки массажа самые лучшие цены поверьте в таиланде вот нигде таких больше цен нету брачки всякие короче все что хочешь здесь есть на этой улице все эти магазины лотусы и так далее и тому подобное воды набирать все можно здесь короче движуха прям классная мы очень любят путешествовать и делаем это как правило на машине и даже находясь в другой стране как вы можете заметить мы всегда берем автомобиль в аренду ведь именно так путешествие становится действительно интересными на своей машине по другим странам и проехали огромнейшее количество километров но в отличие от россии в другой стране ты турист мы совершенно не знаем как действовать случае дтп слава богу с нами такого не случалось какой полис покупать мы просто покупаем тот полис осаго который нам говорят купить на границе при везде в страну а вот когда мы осенью двигались в россию нам было очень важно оперативно без посещения всяких офисов купить осаго на наш автомобиль и вот как раз тогда нам на помощь пришла страховая компания в ска страховой дом в ска им общероссийская универсальная страховая компания существует с 1992 года и занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг россии является пятикратным лауреатом национального конкурса компания года под страховой защитой в ска более 33 миллионов граждан рф как я уже сказал ранее нам было очень важно оформить полис без посещения офиса оперативно и чтобы это самое главное было компания не однодневка и вот я лично для себя у в ска выделил несколько плюсов покупка продления и внесения изменений в полис без визита в офис электронный полис всегда под рукой в личном кабинете мобильном приложении оформление дтп на месте через мобильное приложение оформление электронного европротокола проведения осмотра прикиньте как это важно не дай бог конечно дтп от удара в задницу никто не застрахован это случается как правило не по вашей вине и ждать часами сотрудник когда приедут все оформить вообще не вариант денежное возмещение без висита в офис в кратчайшие сроки это очень важный пункт особенно нам ведь мы всегда в путешествиях надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств ну и конечно же поддержка 24 на 7 в приложении или по телефону ребятки я ссылочку на оформление полиса осаго оставлю там в описании обязательно переходите оформляйте полис и отличных вам дорог вот она прачка где можно в принципе самостоятельно постирать но сушить проблематично и поэтому лучше пусть они все погладят сразу все высушит и нам все готовое дадут пойду задавать белье у нее все занято здесь 60 бат стоит стирка час стирается все автоматическом режиме работает средства для стирки кондиционер я вот первый раз здесь здесь есть банкомат куда засовываешь купюру он тебе выдает мелочь покупаешь вот этот всякий кондиционер и запускаешь вот у нее к сожалению с глажкой чтоб она стирала только завтра поеду пока подстригусь продукты куплю приехал барбар шопу иду занимать очередь все таким вы меня не увидите сейчас это приведу себя в порядок что ребятки как лучше до или после напишите в комментариях я вот когда в плотном таком графике путешествие зарастаю потом заходишь барбару он тебя так тык 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 и словно я не знаю лет пять помолодел вот согласны надо почаще заходить чтоб оставаться в одном возрасте дай все сейчас едем за стиркой хотя там наверное еще не достиралась тогда за продуктами овощи куплены теперь надо ехать в лотус покупать курицу только там есть свежее мяско мы как-то детям купили такие подушки на заправке выпуск показывали в итоге как-то родик умудрился ее немножечко порвать и оттуда теперь сыпется весь этот пенопласт какой-то вот надо зашить какие-то странные ребята швейная мастерская есть зашел спросил можете зашить нет почти вовремя приехал мне он осталось 4 минуты я дождался дождался этого события упа ну да оно не сухое 1400 оборот ну ладно дома как-нибудь будем досушивать это конечно очень удобно очень быстро прикольно но где сушить вот это вот все килограмм 10 белья не знаю представляете да насколько актуально у них эта услуга с глажкой сушкой что они мне предлагали только на завтра на сегодня все занято и на завтра только пять вечера обалдеть вот это актуалочка нам же нужно сдавать машину поэтому я решил что нужно обязательно за эту мойку помыть ее и нужно пропылесосить потому что здесь песка просто трындец сейчас приводим тачку в общем порядок это дело я люблю на этой мойке он пожалуйста же губки есть можно нормально будет потереть и пылесос есть кстати сразу тоже очень хорошо что 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 Блин, шампунь здесь какой-то прям прикол в Таиланде. Не идеально, конечно, как я люблю, но в любом случае лучше, чем было. Напор воды полное говно. Пена как ложится полное говно. Ну, по крайней мере, все чистенько, аккуратненько. И возвращать нестыдную тачку. Кстати, что еще хочу сказать. Вот мы на машине много где проехали по Таиланду. По сути-то и везде, кроме севера страны. И на Пхукете самое сложное и хаотичное движение на самом деле. Здесь вот мы сюда доехали и сразу как-то напряженно стало водить. Надо обязательно контролировать этих байкеров. Они вообще вот так вот тут же вообще, я не знаю, надо вроде как бы уступить, чтобы я быстро проехал. Только газ они уже подрезают. В общем, кто будет брать машину, вот в Паттайе надо быть особенно внимательным. В Бангкоке такого нету. На Пхукете тоже, в Хуахине тоже. Да и в принципе везде, пока едешь по стране, такого нету. Вот в Паттайе это как-то сильно вот прям ощущается. Я не знаю, кто здесь водил машину. Согласитесь со мной, нет? Пишите в комментариях, кто здесь рулил. Вечером вообще ничего не было видно, да, как мы заезжали. Вот. Сейчас можно оценить плотность машин, да, в комплексе. В общем, прилететь в Таиланд это одна история на самом деле. А вот улететь из Таиланда это другая история, потому что она дороже. Так как мы из Шри-Ланки улетали обратно в Турцию, было дороже. В общем, берем вон 5 паспортов и покупаем билетики. А вот куда мы покупаем билетики, я вам не скажу. Посмотрите уже в следующем выпуске. Но в любом случае с Таиланды, ребятки, мы улетаем. Да, на сегодня же не обманывали? Да. Вот все. И билеты нам обходятся в ого-го сумму. Подсказка больше 200 тысяч рублей. Ты папай съел? Ну, такие дела. Осталось последнее касание, вот так нажать оплатить. Это самые дорогие билеты вообще, которые мы когда-либо покупали в одну сторону, в один конец. Но мы решились. Что делать-то? Нажимаем. Вот у нас тут сразу в комплексе есть 7-11, что очень удобно. Через дорогу продают дуриан. Ну и сколько-то метров надо пройти, и мы уже попадаем на море. Идем сейчас именно туда посмотреть пляжик. Вроде здесь пляж Джамтиен называется. Вот мы как тогда говорили, что Джамтиен район очень-очень на любителя. Потому что, ну вот мы жили в Протамнаке. Вот что и сейчас вот идем, у нас Сёнка говорит, какой же, говорит, неуютный район. Ну вот покажи улицу, как-то вот не видно как-то. Ну прям... Ну прям... Ну не вау. Просто Таиланд расстроен, что мы уезжаем в Таиланд. Картошки вкусные. Пришли уже на пляж. Буквально там 3 минутки. Чуть дальше находится рынок Джамтиен возле вот этого жилого комплекса. А у нас пляж. Пляж классный, широкий, конечно. Но здесь не лазурная водичка в Паттей вообще такого нету. Нужно уезжать либо на острова, либо туда, там, в сторону военного пляжа. Но здесь зато атмосферно. Прям очень. Мы вот этой вот фигни не застали. Смотрите, какая дымка. А сейчас это вот целая проблема экологическая. Потому что, ну, вроде говорят, что на севере страны местные жители жгут поля. И вся дымка приходит сюда. И вот так вот же и Бангкок весь затянут этой дымкой. Закаты вообще бестолковые стали. Но как-то нас это пронесло, пока мы здесь жили месяцок. Ну, а вот, собственно, море. Пляж. Мусорный, конечно. Грязный. Ну, и море просто, бляхомуха, ужас. Не знаю, как люди купаются. Они, наверное, не знают, что можно километр-два проехать. В Протамнаке гораздо лучше, конечно, море. Ну, так вот. Да. Поэтому мы и купаться сегодня не будем. Ездят вот такие вот телеги. И продают, вон, видите, манго. Три килограмма за сто. Вот что-то можно даже и купить на самом деле. Вон, мангустин. Мы набрали в дорогу немножко с собой фруктов. Вообще хорошие цены здесь, хорошие фрукты. Посмотрите, сколько всего вышло. На 350 бат. Мы сейчас надали 350. А, 450 бат. Ну, грубо говоря, там тысяча с копейками. Здесь просто килограмм всего. Вот, мы частично возьмем с собой в дорогу. Да, позади, что говорится. Еще и нам поесть хватит на два дня, пока мы здесь еще и с собой взять. Здесь просто килограмм 10 всего, представляете? И все на 450 бат. Да, вообще класс. Забиваем коляску. Вот коляска хороша в этом плане. Пригождается. Так она нам для этого только и нужна. Она нам для этого и нужна. Мы сейчас будем лететь, у нас нет багажа. Но, хотя, когда мы сюда летели, он у нас был в сумме. Вот, но мы не стали брать специально. И коляска выручает, когда на нее рюкзаки складываешь, их таскать не надо. А Мирошка все равно не сидит. Ну, чаще всего он на руках. Ну вот, забили коляску фруктами. Найдимся, возьмем с собой. Пришли на площадку, на которой мы тоже были уже. Мирошка уже полез. Никого осмотрит деток. Обычно вечером здесь, конечно, когда рынок работает вечерний. Вот он рядышком вот здесь, где елка до сих пор стоит. Тут куча-куча людей. Но пока никого, кроме нас. Поэтому дети могут спокойно погулять, насладиться. Никто не мешается. Добежал я снова до этой телеги. Все-таки еще Драгона купили 3 килограмма. Мы доехали до рынка для того, чтобы купить сувенирчики, подарочки. Различные корзиночки для фруктиков. Вот тут куча всего. Можно набрать, посмотреть. Затариваемся подарочками как раз для вас. Для тех, кто у нас выигрывал на стримах. Вот это вот все сейчас скоро отправим, короче. Ну ладно, чтобы нам это все выпустили вместе с этим. Не забрали ничего, да? Все, ребята, финалим наше путешествие по Таиланду на нашем рынке. Вот таким вот прекрасным ужином. Нам приятного аппетита. Вы обязательно посмотрите все выпуски из Таиланда, если не посмотрели. Мы начинаем сборы, плавно собираемся. Купили куча всего. Куча вещей нам нужно разобрать. Вот этот вот мешок у нас ездил с нами. Это как раз такие типа плюс-минус. Это что такое вообще? О, это новогоднее у нас осталось. Думали, заберем с собой. Шапка даже есть, кстати. Вот губка. Короче, это зимние вещи, в чем мы прилетели. Ладно. Тот самый день, когда нужно возвращать машину. Единственное, сейчас нужно ехать на заправку. Заправить полный бак. Так как были такие договоренности. Это обалденно, что ребята давали машину с полным баком. Что тебе при старте аренде, тебе не нужно эту суету наводить, искать заправку, что-то заправлять. Прыгнул и поехал. Это было очень удобно. Вообще, на самом деле, Таиланд такая страна, которую действительно очень круто пропутешествовать на машине. Например, на байке это будет делать вообще дискомфортно. Ну, представляете, мы там сколько? Две с половиной тысячи, наверное, проехали. Почти на байке столько проехать. Ну, это жесть, мне кажется. И вот если вы любите действительно путешествовать на машине, то, конечно, стоит взять машину в аренду. Это как беспроигрышный вариант. Машина вообще дает ряд преимуществ. Например, вам нужно такой достопримечательности доехать. То есть, без машины вам придется брать какие-то групповые экскурсии, еще что-то. А машина развязывает руки, ноги и голову. Просто прыгнули, собрались и доехали. И все, посмотрели все, что вам нужно. Соответственно, вы экономите прилично деньжат, если у вас будет под задницей тачка. Ну, и, конечно, машина дает ту возможность, что вы не привязаны никакому времени. У вас нет какого-то тайминга, ну, кроме своего личного, да, чтобы успеть посмотреть там за определенное количество дней в страну. Это, конечно, безусловно, удобно. И сейчас приеду, значит, машину задавать уже ребятам, отдавать. И хочу задать вопросы менеджеру этой компании. Потому что, когда я брал, у меня были такие же вопросы. Но учитывая, что мы сейчас покатались, получили такой ценный опыт вождения в Таиланде на машине, да, с левосторонним движением, на правом руле и так далее, и так далее. Останавливали полицию. Короче, куча была ситуаций. Мы зададим все эти вопросы человеку, который вот работает в этой компании. Компания классная, они там 15, по-моему, лет на рынке. У них куча-куча положительных отзывов. Но мы, в принципе, поэтому таких и выбирали. И я думаю, что для вас тоже будет ценной информации. Так что поехали, заправим и возвращаем тачку, берем интервью. Подъехал, значит, я на заправочку. Сначала доехал до заправки. Знаете, здесь в Таиланде есть такие колонки, просто на дороге прям стоят. Ну, как правило, я видел, что в них байкеры заправляются. Думал, тоже там машину залью. Так там, короче, 91-й стоит 47 бат. Здесь на заправке 35,83. Прикиньте разницу. Не хухры-мухры. Поэтому вот на большую заправку подъехал. Ну, привет. Давно не виделись. Опа. Заезжаем задавать тачку. Шукс. Все, задаем тачку. Естественно, по параметрам, которые нам давали машину, ее сейчас и будут забирать. Так, заводят. Надо еще будет, кстати, отдать доки по этому, как он называется-то правильно. По ТО-шке. Ну, сейчас должны все принять. Все вроде нормально, доки все отдал. Машину я отдал, а теперь знакомьтесь. Слава. Очень приятно. Зададим вам немного вопросов, потому что наших зрителей очень интересуют различные моменты в плане аренды. Ну, когда я брал, я же вам задавал эти вопросы. Сейчас хочу поделиться с нашими зрителями. И первый вопрос, который интересовал меня, какие документы нужны. Давайте услышим ответ от опытного сотрудника компании Maxine Carp. Да, для аренды автомобиля надо показать оригиналы паспорта и водительского удостоверения. Причем для аренды достаточно даже национального водительского удостоверения. Оно будет действительно как для нас, так и для страховой компании. Но отмечу такой момент, что в последнее время полиция Таиланда и, наверное, чаще в туристических регионах Паттайи и Пукет начали чаще требовать международного водительского удостоверения. Поэтому мы рекомендуем заранее, заблаговременно сделать международное водительское удостоверение. Вот, кстати, что касается особых таких туристических мест, это, например, Пукет. Там прям любят они тормозить, задавать различные вопросы и любят штрафовать за все подряд. Если вы не хотите, чтобы вам портили отпуск, то обязательно сделайте заранее удостоверение себе международное. Когда мы брали машину, я обратил внимание, что у вас нет байка. Почему? Меня, конечно, байк не интересует, потому что у меня трое детей, мы вряд ли усядемся, но, тем не менее, многие берут байк. Почему у вас нету? Правильно заметил, что главная причина, потому что на байке нет коммерческих страховок. Все, что мотобайки сдаются в аренду, небольшими объемами, они идут без страховок. Поэтому, в первую очередь, это безопасность. В вторую очередь, наверное, комфорт. Из-за страховок, собственно говоря, мы отказались от этой идеи. Вот так вот, с байками. Так что, конечно, нужно быть внимательным. Но тачка в любом случае комфорт. Дождь пошел. Сколько случаев было, когда мы ехали, особенно на юге Таиланда, они едут там, бедолаги, вот руками закрывают лицо от этих капель. По поводу сдачи машины, в принципе, я вам показал. Ну, можно поподробнее, как проходит процесс. А так, по бланку. Если вкратце от меня, по бланку, по которому я принимал машину, по этому же бланку у меня сейчас принимали. Как бы важно просто зафиксировать все вот какие-то... Да, мы рекомендуем при приеме машины обращать внимание на детали. Точнее, делать фото и видеосъемку. Это мы рекомендуем каждый раз по кругу. Просто не спеша сделали фотографии. Не только те недочеты, которые показывает наш сотрудник, но просто по кругу. Фото, видео сделали. Тогда вообще проблем не будет. Для себя, как для подстраховочки. Еще такой немаловажный момент. Слава богу, мы откатали... Сколько? Полтора месяца, да, мы катались здесь? Где-то так. И мы... Сколько километров? Ой, я не считаю, по-моему, 2500, что-то такое. Об этом, кстати, про километра сейчас чуть позже расскажу. Мы видели, как люди попадают в ДТП, как люди на машинах сбивают байки из-за того, что у них... Они не привыкли к левостороннему движению, к правому рулю и по неопытности сшибают байки, особенно припаркованные. Мы, слава богу, никуда не попадали. Все хорошо. Если вдруг человек взял машину и попал в ДТП. Да, для этого на колобовом стекле есть стикер, и на нем написан телефон страховой компании. Они работают 24 часа и по всему Таиланду. То есть, произошел ДТП, наберите нас, мы проконсультируем. Либо, если это не рабочее время, звоните в страховую компанию, они работают 24 часа, и обычно в течение часа приезжает к месту аварии страховой агент, и уже на месте все вопросы решает. Кстати, когда сдавал машину, я заехал-заправлялся. Это как раз основной критерий, который очень удобно. То есть, вы как отдаете на полном баке, так и требуете возвращать машину. Да, при выдаче машины мы показываем, что уровень топлива, допустим, полный бак, и сколько стоит 10% топлива, если вы не успели, допустим, заправиться, спешите куда-то. Соответственно, возвращаете машину, опять смотрим уровень топлива. Если недостаточно, вы доплачиваете нам. Либо, если такой момент, что машина выдана не с полным баком, а вы вернули с полным баком, тогда мы вам доплачиваем. А, удобно. Вопрос, дошли до него, который очень интересует. Лимит по пробегу. Я не буду про это рассказывать. Рассказывайте вы. Да, в компании есть лимит по пробегу. Если вы арендуете машину до 7 дней, то есть лимит пробега из расчета 200 км в сутки. То есть, например, вы сняли машину на 3 дня, соответственно, у вас лимит пробега 600 км. Вы проехали 650 км, вам надо будет доплатить за дополнительные 50 км. Это из расчета 2 бата за дополнительный километр. То есть, в нашем случае, проехали 650, 50 км лишних, соответственно, 50 на 2, 100 бат дополнительная оплата. Если на 7 дней аренда и более, то лимита пробега нет. Поэтому мы, когда брали машину, для нас было важно взять ее на месяц, чтобы вообще не париться по пробегу, не засекать. Опять-таки, мы попали на ТО на машине. Это была интересная такая ситуация, которую тоже ребята очень быстро решили. Это было не напряжено и подстраивались именно под наш график передвижения. Выпуск обязательно этот посмотрите. Если бы мы загуляли, ну, к примеру, да, и вернули бы машину позже, ну, забылись, не предупредили, я думаю, у людей разная бывает ситуация, и вот они пропустили срок возврата. Да, это важный момент, потому что, как правило, машины бронируются заранее, и после возврата машины у нас есть некоторое ограниченное время, чтобы подготовить машину для следующего клиента. Если клиент не выходит на связь, он проигнорировал наши звонки, сообщения вернуть вовремя, то в контракте прописано, что он теряет весь депозит. То есть это в контракте написано, есть дата начала, дата окончания аренды. Загуляли, пропустили, вернули там на сутки позже. Для нас это большие проблемы перед следующим клиентом. Соответственно, это грозит потерей депозита, для клиента, если он вернул мне вовремя. Я когда искал машину, многие сервисы проката, они просят карты. Многие карты здесь не работают, по различным причинам. И, конечно, многие запариваются на ту тему, что мы не хотим светить кредит. Как у вас происходит эта история с оплатами? Да, в нашей компании можно арендовать как за наличные, так и по банковской карте. Причем сейчас проверяли, работают карты UnionPay, выданные в Российской Федерации. Такой вариант. Можно оплатить PayPal, можно оплатить Alipay, если есть такая опция. Ну, понятное дело, Visa и MasterCard, выданные за Российской Федерацией. Мы, когда бронировали машину, мы, если помните, в выпусках показывали, нам, как говорится, в голову стукнуло, мы такие, все, берем тачку и приехали. Сразу забронировали, и сразу взяли и поехали. Если человек просто планирует отпуск, он может ее, не знаю, за полгода забронировать, повлияет ли это ему на цену, будет ли она дешевле. Потому что мы пока катались, показывали, что мы на машине. Вы многие писали, что можно гораздо дешевле, там, туда-сюда. Нам всегда вы это пишете, там, по аренде жилья. Просто дело в том, что, например, у нас ситуации такие, что мы вот прям едем и сразу по факту решаем эти вопросы. А что, если человек захочет заранее это сделать? Спасибо, правильный вопрос. Если заказывать машину заранее, то цена, как правило, на 30-40% ниже, нежели если прийти сейчас. Сейчас, как бы, высокий сезон и 90% автопарка занято. Поэтому при аренде заранее цены будут ниже, выбор будет шире, там. Допустим, сейчас очень активно арендует, бронирует машины на лето и даже на октябрь-ноябрь. Кто уже арендовал у нас, он знает эту тему. Поэтому рекомендуем заранее бронировать. Пока мы катались, я на самом деле для себя вывел несколько плюсов, которыми уже делился с вами, почему стоит брать именно у ребят тачку от себя. Добавьте плюсы. Почему вот надо выбрать вас, а не сетевую контору? Потому что, ну, есть плюсы классные у сетевых контор. Как бы вот так, по-чесноку. Какие вот у вас плюсы? И, возможно, давайте сразу про минусы. Потому что я думаю, что они однозначно есть. Да, однозначно. Из плюсов бы я, наверное, отметил все-таки цены процентов на 10-15 ниже, чем у сетевых компаний. Один момент. Второй момент, то, что депозит у нас за легковой автомобиль 5000. Сетевые компании сейчас повысили требования и, кроме этого, требуют, чтобы была именно кредитная карта. Но там до 1000 долларов они крутят вообще. Да. Депозиты. И притом после этого они возвращают там в течение месяца. А-а-а. Ничего себе. Мы вам вернем на карточку. У нас, как бы, вот возврат машины мы сразу в тот же момент отдаем депозит. И вот мне сразу отдали 5000. Не знаю, те же БАДы, не те же, но сумма такая же. Да. Вот в том, что можно отметить. У нас бесплатно навигатор, кому это надо. Бесплатно детское сидение. И сейчас мы начали оборудовать машину регистраторами. То есть камера спереди, камера сзади. О. Да, это тоже бесплатная опция. Это поможет при ДТП доказать тайцу, что ты не виноват. Да. То есть такая опция тоже есть. Кроме этого, арендует машины от 18 лет. Можно арендовать машину на один день. Вот. Если попадаете в ДТП, вы не виноваты или виноваты, мы вам предоставляем подменную машину тут же сразу. Это отличие, наверное, больше от частников. А если мы на Пхукете попадаем в ДТП, как вы туда машину привезете? А мы ищем партнеров, которые помогут решить эту проблему вопросу. У вас есть такой минус, но его, конечно, перекрывают ваши другие плюсы. Если я беру машину здесь, я не могу ее вернуть на Пхукете и улететь с Пхукета. Да, все верно, к сожалению. Поэтому мы в Паттайе. Один офис, который занимается такой работой. То есть вы взяли здесь и вернуть, соответственно, надо здесь. Ну, либо в аэропорту Бангкока, либо в аэропорту Паттайя. Ага. И на самом деле, вот здесь очень хочется пожелать ребятам расширить горизонт и открыться на Пхукете, ведь там наших отдыхает очень много. Вас там не хватает. Спасибо. Серьезно. Поэтому, ребятки, расширяйтесь. Теперь вы знаете, где брать машины. Контакты вот прямо здесь, в описании там будут. От нас будет что-нибудь, такой бонус какой-нибудь для наших зрителей? Какой-нибудь минимальный либо еще что-то. Мы подумаем. День в подарок. Что-нибудь. Так, в общем, пишите ребятам, говорите, что от нас. Если будет не сезон, то, кстати, цены же дешевле вне сезон, да? Да, однозначно. Смотрите на сайте, там можно указать ваши даты аренды и сразу автоматически покажут цены на ваши даты. ВКонтакте там. Хороших вам путешествий. Спасибо большое за машину, которая нас покатала по всей стране. Классное путешествие. Честно говоря, за полтора месяца вот реально тачка стала как родная. И большой плюс еще вот у ребят, они вообще не дергают тебя, ничего не спрашивают. Вот единственный раз, когда с ТО момент был, они там написали, что какой пробег нужно на ТО. Ну и все сами организовывали, подстраивались под наш график, да, как я уже ранее говорил. Но в любом случае аренда арендой своя есть своя. Ну опять-таки на месяц, когда берешь тачку и катаешься там полтора, тачка становится как родная. Любишь ее, моешь ее, убираешь ее, пылесосишь ее. Подхожу уже домой, набрал тут вон жукс, еды на обед. Все, ребятки, на самом деле будем завершать данный выпуск, говорить Таиланду до свидания, до новых встреч, потом когда-нибудь. В следующем выпуске мы летим, узнаете в следующем выпуске куда летим, что и как. Мы также в следующем выпуске переедем в Бангкок на одни сутки. Ну и полетим, как говорится, с корабля на бал. Подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Не забывайте про наш телеграм-канал, ведь в телеге наши подписчики узнают все гораздо быстрее, так сказать, с нами путешествуют онлайн. Все, ребятки, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok